Вера Сафронова 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 который, скажем так, тоже опасен для жизни человека. Кроме этого, есть ряд мер, мероприятий, которые мы нашим сегодняшним абонентам рекомендуем в части установки данных датчиков, плюс устанавливать клапаны-отсекатели на подачу газа в жилые дома. В частности, когда проходит утечка газа, непосредственно где это, на кухне, или в топочные котла, или газовые колонки, то датчик срабатывает, происходит подача сигнала непосредственно на клапан-отсекатель, он может перекрывать подачу газа в дом. Звуковой сигнал поможет быстро сориентироваться и вызвать нашу службу по номеру 104 для того, чтобы можно было приехать и ликвидировать ту или иную неисправность. Иногда можно услышать, у меня в квартире 40 лет стоит газовая плита, она исправно работает, я не собираюсь ее менять. Каковы рекомендации, есть ли какие-то ограничения по срокам эксплуатации газового оборудования? На сегодняшний день эксплуатацию оборудования определяет завод-изготовитель. Там есть технические паспорта, в котором все это прописывается. Ведь сегодня, если в сравнении так брать, для обывателей, чтобы было более понятно, все ездят сегодня на автотранспорте, который то же самое ремонтируется, который проводит соответствующие технические осмотры. То же самое с газовым оборудованием на сегодняшний день. Если по части газовых плит, то, соответственно, мы это отслеживаем, смотрим, производим. По тому, когда срок эксплуатации у абонента выходит, значит, есть два варианта, два предложения для наших людей. Это, в частности, либо он меняет газовую плиту, либо мы ему предлагаем, чтобы эта газовая плита прошла диагностику. Соответственно, комплекс работ, который выполняют наши технические службы, где мы потом можем продлевать срок эксплуатации данного газового оборудования. До четырех лет первоначально и потом после дополнительных опять диагностики на три и три года. То есть в сумме можно продлить срок эксплуатации газового оборудования еще на десять лет. Что касается газовых котлов и колонок, то здесь опять же мы делаем диагностику и в большей степени смотрим, есть ли уже модификации данного оборудования, запасные части для того, чтобы устранять и проводить текущие ремонты. Как-то газовики находят этот отработавший свой срок оборудования, особенно в частном секторе? Конечно, скажем так, что у нас сохранилась еще старая советская система, за которой сегодня полностью отвечают газовики по своему газовому хозяйству. У нас сегодня уже, скажем так, шагнули IT-технологии очень сильно вперед. Значит, на нашем предприятии, нашим филиалом IT-газом разработаны комплекс программ, которые сегодня нам позволяют создать базу данных по всем нашим потребителям. И у нас учитывается, начиная с начала ввода в эксплуатацию абонента газового оборудования, полностью фиксация, кто проектировал, строил, кто производил пуст газа, и как данное оборудование эксплуатируется, в каком состоянии оно находится, и вплоть до того, когда его необходимо менять. Естественно, весь этот контроль в соответствии с графиками, которые у нас существуют, нашего персонала мы производим, как по многоквартирному жилому фонду, так и по индивидуальному жилому, жилым домам. Все еще используется сжиженный газ в баллонах. Каковы меры безопасности при его применении? Сжиженный газ используется. Я хочу сказать, что хоть с каждым годом мы в наши агрогородки, сельские населенные пункты проводим газификацию, но, однако же, все равно количество абонентов у нас, скажем так, не пропадает. Значит, ну, опасность жиженного газа, наверное, в большей степени тем, что жижный газ, он тяжелый, имеет свойство скапливаться в низких местах, в подвальных помещениях. Ну и, соответственно, здесь необходимо соответствующие меры безопасности очень аккуратно к нему относиться. В частности, мы на сегодняшний день практикуем практически по всей области установку пломб на все 50-литровые баллоны при подключении к газовым плитам. Кроме этого, у нас сегодня разработана программа «Мириада», которая позволяет нам на сегодняшний день каждый баллон обозначить своего рода QR-кодом, меткой, которая нам позволяет, начиная с момента выхода данного баллона с газодополнительной станции, контролировать его, как он попадает к абоненту, значит, и как возвращается обратно к нам. Значит, здесь мы с абонентами проводим соответствующие инструктажи. Значит, абонент уже не может самостоятельно без соответствующего разрешения обучения произвести замену баллона. Ну а мы, в свою очередь, значит, инструктируем абонентов, что данные баллоны самостоятельно не снимаются, хранение их строго запрещено на сегодняшний день. И в этой части практически уже этот комплекс работ существенно ввели в эксплуатацию, в частности, больше по западному региону. Это сегодня Рассоны, Браслов, Верхний Двинск. Ну и впоследствии мы уже, скажем так, такую систему хотим уже распространить в целом по нашей Витебской области. Очень много нюансов по безопасности. Так можно ли спать спокойно, зная, что у нас в квартире газ, цитируя классика? Другими словами, есть ли абсолютно безопасное газовое оборудование? Ну я хочу сказать, что в этом плане, наверное, есть. Но здесь, опять же, ко всему надо относиться очень аккуратно и осторожно. И в полной мере, наверное, все вот эти вот мероприятия просто-напросто исполнять. В частности, скажем так, есть ряд объективных и субъективных факторов. Ну а я призываю к тому, чтобы абонент выполнял свои правила. А все, что касается в части безопасности, сегодня газовая служба готова в полном объеме обеспечить надежность и безопасность эксплуатацию всего газоиспользующего оборудования и подачу голубого топлива нашим людям. Спасибо. Я напомню, гость нашей студии сегодня главный инженер предприятия «Витебск» «Облгаз» Александр Александрович Озерец. Спасибо.